В рамках празднования Дня Победы в Славянске-на-Кубани на Театральной площади развернулась фронтовая поляночка, где ветеранов и всех желающих встречали настоящей армейской каши. Сразу после торжественного митинга на Театральной площади, посвященному победе в Великой Отечественной войне, всем славянцам предлагали отведать солдатское угощение. Гречневая каша с тушенкой для ветеранов – необычное блюдо. Это воспоминания о фронтовом прошлом. Вкус той боевой солдатской каши ветеран Великой Отечественной войны Фёдор Данилович Коваль помнит до сих пор. Правда, по словам ветерана, сейчас она во многом отличается. Мяса было порядком меньше, но всё же каша всегда была вкусной и сытной, прибавляла силы для совершения подвигов. Гречневая каша везде одинаковая, но там на фронте была немножко другая, более жидкая была. А вообще самая вкусная каша была в концентрате, в сухом виде. Меню солдат в годы войны не отличалось особым разнообразием. Каша гречневая, пшённая, перловая, с добавлением сала или тушёнки, ржаной хлеб и 100 фронтовых грамм. 9 мая у городского Дома культуры расположилась полевая кухня. Под аккомпанемент народных песен отведать настоящей солдатской каши здесь могли все желающие. Людям не хватало многих продуктов, в принципе, каша даже для них, мне кажется, было что-то такое самое вкусное, судя по всему. Поэтому съесть в полевую кухню кашу в День Победы – это здорово. Я вот пришла с сестрёнкой попробовать кашу военную. Давно не кушали. Поздравляю ветеранов всех. С праздником, чтобы жили долго, чтобы никогда не болели и так же долго жили. Солдатская каша – это один из символов вообще 9 мая. Каждый 9 мая мы кушаем солдатскую кашу. Это мои друзья. Мы всегда вместе. Нам очень нравится праздник, нам очень нравится само настроение. Мы ждём этого праздника и стараемся передать своё настроение вообще всем. Спасибо нашим дедам. Патриотическая акция «Солдатская каша» стала уже традиционной и всегда пользуется большой популярностью среди славянцев. Она даёт возможность приобщиться к фронтовым будням наших солдат в годы войны, почувствовать сопричастность к героическому прошлому страны. Тина Копачевская, Георгий Калинин. Программа «События».